Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, сегодняшнее евангельское чтение содержит в себе нечто, что требует особого толкования. Напомню вам, некто подошел к Господу и Спасителю и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Спаситель не отвечает ему прямо на вопрос, а говорит, «Почему ты меня называешь благим?» Благ только один Бог. Вот в том виде, в котором эта фраза записана в евангельском тексте и содержится в нем, нет как бы ничего такого, что требовало особого осмысления. Но я теперь вам прочитаю эту фразу так, как она может звучать в современном русском языке. Для этого нужно понять, каков синоним слова «благость». Открываем толковый словарь Даля, лучший из всех, которые существуют. И читаем, что синонимом слова «благость» является «добро». А вот теперь давайте вместо «благости» поставим слово «добро» и осознаем всю глубину и сложность текста. «Учитель добрый, что мне сделать, чтобы спастись?» И отвечает учитель, «почему ты меня называешь добрым?» «Только один Бог добрый». Вот эта фраза уже звучит очень радикально. И каждый может спросить, «как один Бог добрый?» А разве в мире нету добра? А разве в сердцах людей нету добра? Ну, конечно же, есть добро. Почему же именно так Спаситель отвечает на вопрошание этого неизвестного человека? В чем же здесь дело? И, наверное, если бы вот в конце этой фразы стояла бы точка и далее бы не было никакого текста, то, наверное, мало кто бы смог по-настоящему изъяснить этот текст. Да, наверное, такового бы текста и не существовало бы в Новом Завете. Но дальше запятая, а после запятой продолжение текста, где Господь говорит о том, что нужно сделать для того, чтобы иметь жизнь вечную. И он, обращаясь к этому незнакомцу, говорит о том, что нужно исполнить конкретные вещи, не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, почитать отца и мать. И упоминает также Спаситель, что это же ведь заповеди, которые даны. Ты же, наверное, знаешь эти заповеди. Почему же ты вроде как меня об этом спрашиваешь? И вот здесь очень ясно поразуметь следующее. Да, действительно, только Бог добр в абсолютном смысле. Только Бог является благостью в абсолютном смысле. Но эта благость Божия отображается и в природе человеческой. И человеческая природа, по милости Божией, также расположена к совершению добра. Господь вложил при творении человека эту программу. При соблюдении свободы выбора человека у каждого есть некое особое отношение к добру. Совершает человек добро, или очень редко совершает, или даже никогда не совершает, но понятие добра не исторгается из системы ценностей, в которых живет человек. И вот сегодняшнее повествование еще и еще раз убеждает нас в том, что добро, которое, конечно, принадлежит Богу, благость, которая является как бы природой божества, она является ценностью, достижимой для человека. И в сегодняшнем Евангелии Господь нам говорит, что нужно делать, чтобы достичь этой высоты, чтобы стяжать благо, чтобы стяжать добро, которое само по себе имеет некую божественную природу, и перечисляет простые вещи. Не убивай, не прелюбодействуй. Вот такие, как будто бы, обычные заповеди. Не кради. То есть встань на путь, который тебе предлагается Словом Божиим. Вот в этом и сила божественного откровения. Господь не только представляет нам идеал жизни, достигая которой мы обеспечиваем себе жизнь вечную и благополучие подлинное здесь, на земле, во время земной жизни. Но Господь также нам указывает путь, идя по которому, мы можем достичь этой благости, этого добра, а значит полноты жизни. Ничего выдумывать не надо. И скажу дерзновенные слова, никого больше слушать не надо. Все сказано самим Богом для того, чтобы мы могли обрести счастье, радость, полноту жизни, чтобы мы могли жить в атмосфере добра. Конечно, этот путь не такой уж простой. Попробуй не кради, когда так многие крадут. Попробуй не лжесвидетельствовать, особенно тогда, когда от свидетельских показаний зависит, быть человеку на свободе или не быть, сохранять благополучие или нет, какой соблазн совершить ложное свидетельство. И так по списку. Всякий грех, он воспринимается в быту как некое положительное явление, используя которое, можно избежать опасности, достичь цели, стать более богатым, более властным. И как многие люди соблазняются, используют эти греховные средства для достижения цели. А вот сегодня Господь нас учит, не надо использовать греховных средств для того, чтобы достичь самого главного, чтобы стать добрым, то есть обрести то, что в природе, природе божественно и свойственно, а через доброту открыть себе совершенно иное измерение жизни. То, в котором радость и правда, в котором подлинное человеческое счастье, потому что не может быть счастья без доброты. Это синонимы. И когда нас сегодня учат, через некоторые средства массовой информации, через кинематограф, да Бог знает еще через что, что обрести счастье не означает быть добрым совсем. Посмотрите на каких-нибудь ковбоев, гангстеров, лихих людей, героев, которые стреляют направо и налево, которые расчищают кулаками себе дорогу в жизни. Какая там Божья правда, какая благость, сила! Но ведь никто не досказывает эту сказку до конца. Есть хоть ли один человек в мире, который, идя таким греховным путем, обретает благость, доброту, а значит, счастье. Таких людей не существует. Поэтому сегодняшний текст, удивительный по своей силе, открывает нам реальный, подлинный путь к подлинному человеческому счастью, которое не пресекается с земной жизнью, но которое становится двигателем, помогающим нам преодолеть притяжение греха этой земной жизни и вырваться в пространство жизни вечной, там, где вместе с Богом пребывают святые, те, кто исполнен благостью, добротой, радостью и миром. И да поможет нам Господь не потерять этих дивных ориентиров в жизни, которые Он Сам дал нам для нашего спасения и для нашего человеческого благополучия. Аминь. С праздником вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok